Здравствуйте, дорогие друзья! Мы снова призываем вас смотреть сквозь судьбы. В нашей программе мы рассказываем о творческом пути и интересных проектах деятелей культуры и искусства. Сегодня в этой студии представители Удмуртского республиканского музея изобразительных искусств. Давайте я их представлю. Татьяна Глухова, директор музея ЗОС. Здравствуйте! Здравствуйте! И Валентина Гартик, заместитель директора музея изобразительных искусств Удмуртии. Здравствуйте! Татьяна Владимировна, первый вопрос все-таки к вам. Мы здесь собрались для того, чтобы рассказать о книге. Я бы сказала о судьбоносном издании, которое осуществил Музей изобразительных искусств Удмуртии. Что это такое? Это книга художники Удмуртии. Ну, такая книга вообще появилась в республике первый раз. Это первое такое большое издание, где собраны практически все художники, которые когда-то творили, и сейчас творят, и жили, и родились, и живут сейчас на территории Удмуртии. Вот это такое большое издание мы смогли осуществить только благодаря помощи Федерального Министерства культуры. Нам была выделена федеральная субсидия. Собственно, выделена она была не нам. Это проект, наверное, какой-то серьезный. Да, да, да. Это был большой проект Министерства культуры. Они запрашивали гранты, проекты некоммерческих организаций. И на наше счастье в Приволжском федеральном округе этот грант, эту субсидию выиграла такая некоммерческая организация «Союз музеев Башкирии». В свою очередь они тоже объявили конкурс. И вот там шесть музеев Приволжского федерального округа выиграли гранты, в том числе и мы. Ну, этот проект был нацелен на то, чтобы как можно шире представить нашему населению наши фонды, потому что, ну, не секрет, что, в общем-то, фонды музеев показываются народу, людям, так скажем, только где-то на 10-20%. Все остальное хранится в запасниках. И, конечно, нам очень хотелось, чтобы вот все эти работы как можно больше народу увидело. Поэтому вот мы все собрали в этой книге. В книге то, что представлено в этой книге, это все хранится исключительно в наших фондах. Это все наши работы. Ну, я думаю, что, в общем-то, получилось неплохо, так скромно скажем. Но вы же не издательский дом с другой стороны. Ну, нам очень хорошо ведь помогло наше издательство «Удмуртия», потому что, в общем-то, вот наш коллектив работал с коллективами издательства «Удмуртия». Ну, а у нас, конечно, проведена очень большая работа по фондам. Работали сотрудники отдела фондов под руководством Валентины Оскаровны, конечно, потому что она у нас занимается научно-исследовательской работой. Валентина Оскаровна, я у вас должна спросить, наверное, как построено это издание. Вот что вы задумали, как оно должно выглядеть? Как каталог, где все-таки идут биографии художников, какие-то данные о них? Или не только? Ну, мы определили формат этого издания как альбом-каталог. То есть здесь, конечно же, мы должны были представить наших художников, их биографию, краткую характеристику творчества, их произведения в репродукциях. Ну, полный каталог мы, в принципе, не могли сделать, потому что мы посчитали, у нас громадное, оказывается, уже сейчас собрано количество работ наших художников. Потому что с самого начала нашего музея мы поставили перед собой цель собирать именно наших художников. Это у нас было основное направление, называли мы это художественное кроведение. И считали, что вот в этом изюминка нашего музея, уникальность нашего музея, потому что, конечно же, мы не могли догнать большие музеи, которые были созданы раньше нас по русскому искусству, там, вот, 19-го, там, 18-го века. Хотя у вас есть определенные, да? То есть делаете, работа тоже имеется. Это сейчас у нас постоянная экспозиция. Это то, что было из музейного фонда передано для организации музея. Но музей был создан, к сожалению, только в 1980 году. И там уже другие времена, и было уже очень сложно. Поэтому мы, конечно же, собирали и произведения наших, тогда еще советских художников. Они у нас, кстати, тоже очень интересно представлены, особенно в предперестроечное время. Но вот наше главное направление, еще раз повторюсь, это вот художественное краеведение, как мы для себя назвали. Это, конечно, условное название. Да, вот я скажу, как построена вообще книга. Я сказала, что уже художники представлены. Но и большая вступительная статья, которая делится на три раздела. Первый – это рассказ о нашем музее, истории музея, потому что вы вспомнили, что 35 лет в этом году нашего музея. То есть вот первые дни, первый коллектив, какие-то очень интересные мероприятия, которые проходили. Все это показано на фотографиях. Второй раздел я назвала, это, кстати, цитата из приказа о создании Союза художников, который тоже в прошлом году отметил свое 75-летие. То есть этот альбом где-то и подарок к их юбилею. Так вот, этот раздел называется «Непреодолимое желание к созданию высокохудожественных произведений». Третья, довольно большая часть, называется «Искусство от Буртии и штрихи к картине». Потому что, конечно же, в этой, хотя она и большая по объему, но все-таки в этом издании не было целью показать, исследовать наше искусство. Это дело времени. Я думаю, что потом будут и другие издания, когда вот уже будут обнародованы эти произведения. Дело в том, что у нас ведь большая беда. У нас действительно нет постоянной экспозиции нашего музея. И это сказывается и на том, что у нас нет исследовательских работ, потому что многие люди, которые потенциально могли бы этим заниматься, они просто не знают этих произведений. Даже художники не знают о своих предшественниках. Вот в этом уникальность издания, что впервые... Вы хотя бы приоткроете в эти фонды путь. Конечно же, да. Хотя, конечно же, наша мечта, чтобы был пристроен к нашему музею, чтобы у нас была постоянная экспозиция, как у наших соседей вот в той же Татарии, где на территории Кремля большой национальный музей художественный. Так как в Мариэл, которая, кстати, позже нас открыла свой музей, а сейчас на центральной площади у них замечательное здание, где они показывают своих национальных художников. Вот судьбы художников, они переплелись каким-то образом с музеем, и они очень разные, и просто видно по биографическим статьям, какие-то совсем коротенькие, там известно об этом художнике мало, но картины его есть в нашем музее. Вот может быть пример какой-то судьбы такой. Мы не сказали, я просто упомянула о том, что мы не только собираем произведения художников, у нас накопился уже очень большой видео и фотоархив, которые очень интересно рассказывают о художественном процессе нашей республики. Я думаю, для будущих исследователей это очень ценно. Или вот в свое время один из первых исследователей удморского искусства – это Адель Исааковна Полик. И вообще вот ее книга по искусству в Удмурте – это последнее крупное издание в 1973 год. Вот вы можете представить, да, какой был перерыв. И вот когда мы читали, мне запало в душу имя такое – Михаил Хватов. И никто не знал, кто это такой. То есть было только имя и две работы в наших фондах. И вот совершенно случайно, когда мы уже работали в архиве, готовя это издание, мы вдруг в личном фонде Ильи Ходорева, который и был создателем Союза художников, он принимал активнейшее участие, Ахватов, надо сказать, был первым председателем товарищества Удмурт-художник. Это предшественник Союза. Это было еще до Великой Отечества. Это был 1934 год. И вот мы нашли парную фотографию, и там было подписано, кто там – Хватов и Илья Ходорев. И поскольку мы знали, как выглядел Илья Ходорев, мы восстановили впервые, надо сказать, образ Михаила Хватова. И вот это было, конечно, очень интересно, ценно. А так мало работ, потому что он… Он погиб в 1944 году, и вот тоже какое-то совпадение, но именно через 70 лет мы нашли его фотографию. То есть вот даже память о нем была восстановлена. Валентина Скороновна, ну вот мне еще хочется такой вопрос задать, кстати, из истории музея, но больше из истории самого здания, в котором сейчас Музей изобразительных искусств, что вы оказались с этими стенами с детства связаны. Расскажите, напомните. Вы знаете, мне самой сейчас уже смешно, потому что в детстве я мечтала стать балериной. Но кто не мечтает? Данных у меня, конечно, не было, но тем не менее я пришла в студию. Тогда только что приехала Ленора Мамонтова, и она вела студию во Дворце пионеров. И вот туда я пришла, и вот на втором этаже, где сейчас у нас постоянная экспозиция русского искусства, там как раз на том месте, где висит наша красавица в зеленом платье, было мое место у станка. Действительно, какое-то время я там занималась, потом перешла плавно в студию драматическую. Это все был дом пионеров и школьников? Это дом пионеров и школьников, это был конец 50-х годов. Замечательная история. Ну вот сегодня вы, скажем так, осваиваете передовые технологии, уже вы рассказали о том, что есть и виртуальные выставки, сайт, но вы всегда приглашаете побывать, прийти посмотреть на эти работы, которые, так сказать, живьем выставлены. Почему? Музей – это по определению то место, где хранятся подлинники, подлинное произведение искусства. Дело в том, что как бы хороши не были репродукции, по ним нельзя судить о произведении. Во-первых, масштаб нарушается. Во-вторых, фактура произведения. Художник над этим всегда очень трудится. Цвет точно абсолютно невозможно передать. И поэтому, конечно же, для того, чтобы понять произведение, нужно идти в музей. Кстати, наши посетители, многие это чувствуют, потому что, когда вот заходят на наш второй этаж, где вот русские, западноевропейские, первый вопрос – это у вас подлинники. Потому что люди все-таки, у нас не так много музеев художественных, в Удмуртии, хотя, честно говоря, вообще мы один музей, они не верят своим глазам, они не могут понять, что они прикасаются к настоящему, подлинному произведению. Но, тем не менее, впечатление совсем иное. Конечно, ознакомление нужно. Вот в связи с этим у меня может быть финальный вопрос. Все-таки о том, где будет сейчас этот альбом-каталог художники Удмуртии. Только ли в музее посетители могут приобрести, если что, вообще не накладно ли приобрести такую книгу? Вот об этом расскажите. Как она распространяться? Ну, книгу приобрести не накладно, я хочу сказать. Опять же, благодаря вот этой федеральной субсидии мы установили, я считаю, просто очень низкую цену на этот журнал, на этот каталог, на этот альбом, вообще на эту чудную книгу. Но вот вы еще и передали, насколько понимаю, библиотеке. Кроме того, значит, мы уже передали 525 экземпляров в отдел комплектования национальной библиотеки. Таким образом, вот эта книга будет появиться в каждой сельской библиотеке нашей республики. 6 апреля прошла презентация книги для наших художников, то есть вот для тех людей, которые в этой книге есть. Они, наверное, в подарок получили. Естественно, мы каждому подарили. Тот, кто не смог прийти на эту встречу, ну, придет в следующий раз, там, в какие-то дни, другие. В общем, короче, вот все 111 художников, которые вот здесь есть, они все получат эту книгу, если не они, то их родственники. Обязательно мы это все сделаем. Ну, в планах у нас еще, конечно, передать эти книги, опять же, бесплатно в школы искусств, ну, в наши образовательные учреждения, подведомственное министерство культуры и туризма, особенно, конечно, в республиканскую школу-интернат искусств. Все-таки детки все это должны знать. Вот. Ну и, ну, посмотрим, кому еще подарим. Большое спасибо Татьяне Глухова, Валентина Гартик, представители Удмуртского Республиканского музея изобразительных искусств. Пришли сегодня в программу «Сквозь судьбы» и рассказали о первом замечательном издании альбома-каталога художники Удмуртии. Спасибо и вам за внимание. До новых встреч на телеканале «Моя Удмуртия». Редактор субтитров А.Семкин